После этого выпуска Макс Белоусов, это маркетолог в сфере бизнес-образования. Он работал с Аязом Шабуддиновым, собирал двухтысячные толпы, делегации людей из России на тренинге Тони Робинса в Лондоне и Сингапуре. Он лично дружит с Андреем Парабеллумом и у него в портфолио много разных кейсов. Мы поговорим о том, как со 100 долларами в кармане начать продвигать свое дело или свой инстаграм. Поговорим об актуальных инструментах продвижения личного бренда. О конфликтных ситуациях Макса и его партнеров, почему он неоднократно расставался с разными партнерами по бизнесу. О провокациях, о маркетинге, о бизнесе и о том, кто же такой Макс Белоусов. В конце выпуска вас ждет конкурс, поэтому дослушайте или досмотрите до конца. Поехали! Скажи, ты готов к любым вопросам сегодня? Да, вообще любым. И ты не сбежишь, если я буду сдавать на самые провокационные вопросы? Ну, кроме размера у члена, какой у него? У тебя размер члена, какой у него? Ладно, все, это не считается. Этот вопрос мы не задавали, не сбегай. Шутка, конечно. Давай начнем с вопросов про личный бренд, который меня лично больше всего интересует. И я думаю, многих людей сейчас тоже. У тебя по последним данным, которые я видел, в инстаграме больше 100 тысяч подписчиков. За какой период ты это сделал? За полгода. За полгода всего. А сколько это стоило тебе денег? Ну, учитывая все гивы, всю таргетированную рекламу, рекламу блогеров. Плюс еще я работал с вовлеченностью. То есть не просто, чтобы у меня цифра висела 100 тысяч плюс, а чтобы все-таки там и комментарии были, и люди читали, и просмотры в сторис были. Суммарно я считал где-то 900 тысяч. 900 тысяч рублей? Да. Это получается 9 тысяч за подписчика сейчас. Ой, 9 рублей за одного подписчика, да? Ну да, но как бы ты так не считай, потому что, опять же говорю, то есть привлечь подписчиков, это не 900 тысяч, это 450, но еще 450, я бы лежал в то, чтобы они читали меня. Потому что лента инстаграма, она алгоритмичная. Куча людей, на которых они тоже могут быть подписаны. Мне важно было, чтобы я был всегда в их поле, чтобы они меня читали и видели мои публикации. Поэтому еще 450 где-то ушло на просто поддержание активности. Я, кажется, понимаю, о чем ты. Я сейчас попробовал приложение для просматривания сторис, то, что ты рассказываешь на канале. Знаешь, результат интересный. У меня больше 2000 было просмотров моего профиля, всего там с 500 тысяч просмотров сторис. Ну, то есть довольно неплохо. Но с чем я столкнулся, это у меня было 80 лайков на фотографии, в среднем там 80-100, а сейчас на последних фотографиях 18-20 лайков. И это не одна фотография. Я и выходные выкладывал, и на неделе. В чем дело? Можешь рассказать? Инстаграм не любит, в принципе, любую накрутку. И вот эти все какие-то аномальные явления в твоем аккаунте он будет в любом случае банить и воспринимать как ненормальность. Потому что там сидят не идиоты. Фейсбук купил Инстаграм, это многомиллиардная компания. Естественно, они борются за то, чтобы не было вот этих вот каких-то черных методов продвижения. Это черный метод получается продвижения. То есть сейчас нету лимита на просмотр сторис. Да. То есть, по сути, сейчас то, что происходит с вот этим трендом массовым просмотром сторис. Масслукинг это назвали. Да, масслукинг, да. Это то же самое, как три года назад был тренд массфоллинга и масслайкинга. То есть, сейчас он уже сдох. В силу того, что идут блокировки, естественно, блокируют и Инстаграм, и действия по подписке, по лайку. И это не так сейчас хорошо работает. То есть, конверсии в обратную подписку, ну, вообще, там минимальные. Это про массфоллинг ты сейчас говоришь? Масслукинг сторис, это тоже чернуха, по сути. Я думаю, что я тоже заблокирую в ближайшее время. То есть, ведут какие-то лимиты на просмотр сторис одного аккаунта. Но сейчас, так как это работает, то, ну, вряд ли у тебя упали лайки из-за просмотра сторис. Возможно, что-то там еще есть. То есть, надо смотреть. На самом деле, ничего нет. Вот только программу запустил вот эту по просмотру сторис. И заметил вот эту аномалию, то, что в последнее время у меня просмотры моих сторис выросли просто. Это, в принципе, общая картина сейчас по инстаграму. Потому что, если ты возьмешь сейчас всех блогеров, у них, в принципе, упали охваты и лайки. То есть, если ты просто возьмешь какой-нибудь аккаунт, 10 аккаунтов блогеров, на которые ты подписан, сравнишь, сколько они лайков получали, там, два месяца назад, сколько сейчас. Если они их не накручивали, а накрутка можно увидеть просто по одинаковому количеству, примерно, лайков всегда. То есть, там, пять-шесть тысяч лайков в среднем, если там везде на всех публикациях есть. То есть, маленький диапазон люфт. Соответственно, эта накрутка. А ты накручиваешь лайки себе? Я накручивал одно время, потому что после гивов инстаграм просто подыхает. То есть, вот, приходит массово 70 тысяч человек, потом 40 тысяч человек отписывается. Для инстаграма это знак того, что как будто бы ты постишь некачественный контент. Ну, а как лайки? То, что они не настоящие, они же не отрядают больше. Не, не настоящие. Они настоящие. Просто фишка в том, что, как бы, вот, ну, никто, на самом деле, досконально не знает всех алгоритмов инстаграма, но, ну, как бы, вот, то, что я читал, логика такая, что если у тебя, скажем, к тебе подписалось 70 тысяч человек, по сути, как бы, ну, возможно, ты что-то там сделал, да, там, интересно, на тебя подписались. То есть, для инстаграма это круто. Да. Но если через две недели они отписываются половина, значит, это не круто. Негатив, да. Да, и плюс, если они еще и лайки тебе не ставят, то инстаграм, для инстаграма это знак, что ты что-то не то делаешь. То есть, твои публикации не заходят от аудитории. Таким образом, он тебя пессимизирует. И чтобы не было этой пессимизации, ты должен поддерживать тот уровень лайков, который у тебя был, и тот уровень охвата, который у тебя был до гива. Поэтому в эти моменты приходится вливать, да, там. А это же тоже чернуха получается. Это все чернуха. То есть, по сути, все продвижения в инстаграме, все блогеры, которые ты видишь, ну, 90%, у кого там больше 100 тысяч человек, ну, невозможно органик это все назвать. Все это грешат, получается. Все, абсолютно. Ко мне заезжал чувак, у меня же есть курс по маркетингу, обучению. Ну, и в конце расскажем обязательно про курсы. Да, и у меня чувак обучался на первом потоке, он ко мне в офис сюда приехал и рассказал, что он работал по как раз продвижению накрутки для многих блогеров в инстаграме. Каких? Кого? Гусейн, Гассанов, там, все абсолютно. А, вот этот человек, который приехал к тебе в офис с своими наградами. Да, да, да. И он, соответственно, сказал, что это все накрутка. 90% его аудитории в сториз, прямого эфира, которому там все это хвалится, это все накрутка. Поэтому, если вы хотите быстро раскрутить свой инстаграм, ну, нереально это сделать без вложений денег больших, либо без чернухи. То есть, ты можешь сказать 900 тысяч, из них 450 это только привлечение, 450 удержание. Вот эти 450 это было на чернуху потрачено? Или там есть и какой-то... Нет, ну, по сути, GIF это тоже чернуха. Да, GIF, конечно, чернуха. На GIF, на сервисы недорогие. И фишка в том, что просто, ну, как бы, на чернуху ты тратишь тогда, когда тебе нужно, как бы, ну, поддерживать вот массу людей, которая к тебе пришла, чтобы она тебя видела, просматривала. Ну, скажем, вот я не только же лайки крутил одно время, еще крутил просмотры сториз. И я реально заметил динамику, как только ты крутишь просмотры сториз. Себе, чтобы как будто бы у тебя много. Себе, да. Инстаграм видит, что тебя больше просматривает, он еще больше тебя показывает. Вот как. Да, то есть это реально работает. Но, опять же, всегда очень быстро все меняется, поэтому нужно держать руку на пульсе. Ага. Вот. И те, кто будет срать меня в комментариях, смотря этот подкаст юбля, накручивает, ребят, все накручивают, все накручивают и просто вы об этом не знаете. Абсолютно все, абсолютно все пользуются накруткой лайков, накруткой сториз, чатами активностей, покупают комментарии, покупают подписчиков, это абсолютно все делают. Потому что я еще раз говорю, нереально собрать органикой быстро 100 тысяч человек в Инстаграме. А если реально органикой пытаться это все собрать или рекламой таргетированной, это сколько денег и времени? Это пиздец как дорого, то есть это рублей 15-20 за подписчика просто у тебя будет. В два раза почти больше, да? Да, это если этот старгет льешь. Если с каких-то там посевов у блогеров, там, либо в пабликах, ну, может быть, ну, рублей 15-10, да, там, может повезет. Но, опять же, зависит от тематики. У меня тематика бизнес-маркетинг. Это не масс-маркетинг. Это не масс-маркетинг. Это как бы, это определенный какой-то маленький сегмент аудитории, учитывая, что в Инстаграме сидят одни бабы и молодежь. Да, ты, кстати, это утверждаешь, вот тоже мы об этом же, наверное, поговорим. Да. Получается, у тебя, ты хочешь сказать, еще дороже подписчик стоит? Да, конечно. У меня сама специфика. Если бы я был тёлкой, которая выкладывала письки-сиськи-попку, как бы, у меня бы подписчик стоил 3 рубля. Ну, то есть, как бы, я бы мог 100 тысяч подписчиков вот так собрать. Ага. Но, как бы, ценность такого аккаунта какая? Просто потом рекламируют... Почему? Бузова довольно неплохо рекламируют? Бузова это бренд уже, не путай. То есть, одно дело, ты просто девочка с Украины, которая красивая задница, и ты это пустишь в Инстаграм. Другое дело, когда ты на телеке все мозги уже перетрахала своим шоу «Дом-2», как бы, а тебе вся страна знает, ты зашла в Инстаграм, все, как бы, ты аудиторию вот так набрала. Тебе сложнее, получается, через пользу ты пытаешься заходить в своих постах? Я, да, я, как бы, одно время просто, я на самом деле вообще, ну, до июня-июля месяца я вообще Инстаграм не занимался, потому что я активно работал на крупных проектах и, в принципе, своим брендом не занимался. То есть, вот, то, что я сейчас делаю, вот, личный бренд, который у меня сейчас работает, надеюсь, он работает. Ну, тут и скажи, как он работает, есть у тебя клиенты? Ну, есть, конечно, да, я к тому, что, ну, может, у кого-то он лучше срабатывает, ну, как бы, я постарался цель такой, я скопил себе полтора миллиона рублей, все полтора миллиона рублей въебал в личный бренд свой. Ну, вот она и схема, получается, шаг, можно записать, шаг первый, скопить полтора миллиона рублей. Просто я понимал, на что я иду, потому что, ну, у меня реально есть крутые, классные кейсы, но просто люди об этом не знали, потому что кто-то мне запрещал в этом рассказывать. Кто? Че, с кем работал. А, кто можешь назвать этих людей? Они популярны? Я думаю, вы догадаетесь, смотря на мои кейсы. Ага, а я с Parabellum? Ну, как бы, я не буду это озвучивать, но, как бы, просто посмотрите мои кейсы, и вы догадаетесь, кто мог это сказать. Просто вот. А как ты решил в итоге этот вопрос? Сейчас же ты рассказываешь? Да, ну как, ну просто, когда я с ними работал, мне запрещали все это. Ага. Мне запрещали брать других клиентов, мне запрещали вести. А платили тебе нормально примерно? Да, нормально. Ну, примерно там полляма где-то в месяц мне платили. То есть мне запрещали брать клиентов наподряд, других. Ага. Мне запрещали вести свой Инстаграм. Типа, какого хера ты занимаешься своим, там, этим брендом, давай, там, занимайся нашими. Ну, то есть даже до такого доходило. Ну, это дичь, это неправильно? Это дичь, да. И, как бы, ну, естественно, у меня это бесило, ужасно. Потому что... Деморализовало, наверное. Да, я вольная птица, я люблю свободу. И, как бы, если я делаю результат, нашу результат компании, какая нахуй разница, откуда я работаю, как и как я веду свои социальные сети, куда я вкладываю деньги, которые мне платит компания. Ну, компания посчитала, что, как бы, типа, я подготавливаю себе почву для ухода. Ну, на самом деле, было не так. То есть, она своими действиями сделала так, что, как бы, я, скорее, вот, так решил. Ну, получается, хотели себя перестраховать, а получилось наоборот. Да, потому что я не люблю, когда лезут в личную жизнь. То есть, доходило даже до тупизма, типа, спрашивали, почему ты улетел туда-то? У нас, типа, вот, проект горит, я говорю. А что вот для тебя границы личной жизни? Потому что в прожарке ты довольно неслабо проходишься по девушке, например, Артема Маслова. Ну, как бы ты, вот, например, отнесся к такому вторжению в твою личную жизнь? Слушай, ну, если по делу, то нормально. То есть, если реально мне скажут в инстаграме, чувак, ты потолстел, ну, как бы, блядь, я его заеду. Про тебя, окей, понятно, ты публичная персона, ты выходишь, ты эти правила игры принимаешь заранее. Но твои родные, твои близкие, как бы ты реагировал на скорби? Я особо не свечу, понимаешь, как бы, вот, у Маслова это все же фарс, это игра. Он специально это делает, и, как бы, ну, чувак, если ты специально на это идешь, узнай, какая к тебе обратка может прилететь. Если он в открытую показывает в своем инстаграме, как его телка занимается йогой, и у меня там, блядь, целлюлитый жир, как бы, он это даже не скрывает. Он показывает тебе, как будто это круто, ну, это смешно. Я, как бы, такого не делаю, у меня есть девушка, но я не пощу такие фотографии. Потому что я понимаю, что кому-то может зайти, кто-то не поймет. И все-таки, я понял твой ответ, но если бы такая ситуация произошла, что, ну, какой-то парень попытался на тебя похайпить, у тебя уже есть аудитория, и это... Слушай, меня уже копируют, я так скажу. Меня уже многие копируют, и по проекту Инстапрожарка есть чуваки, которые пытаются сделать такое же. Мои эфир даже копируют, я прихуел. Я сделал эфир про то, как заработать в инстаграме от 300 тысяч рублей. Так. Я кстати видел, да. Через два дня выходит эфир, эти ссылки скину, если в подкаст, но есть возможность ставить, просто вот, сравнить два эфира. Чувак вообще не парился, он взял мою же презентацию, мои же слова, при этом видно, что он не разбирается в том, что он говорит, и просто то же самое рассказал. Ну, то есть... Ну, кради как художник, да? Ну, такого хуже это сделано. Ну, блядь, не кради как художник, это, блядь, кради как еблан называется. Потому что кради как художник, это когда ты... Понимаешь, что там, что значит кради как художник? У меня была подруга, она художница какая-то, и мы тогда с ней, еще до того, как эта книга, по-моему, вышла в свет, мы с ней общались по поводу того, нужно ли на кого-то пытаться быть похожим. И она мне очень умная вещь сказала, то, что в начале своей карьеры все кого-то копируют. Конечно. То есть, чтобы стать великим, ты сначала берешь, подражаешь какому-то великому чуваку, ну, мы тогда обсуждали конкретно художников, то есть, там, Ван Гога, не знаю, там, классическую школу, ну, профессионистов каких-то. Дальше ты находишь свой стиль. Но когда ты, блядь, ну, как бы, понимаешь, одно дело подражать, другое дело, сука, копировать. Ну, то есть... Тебя это бесит, получается? У меня бесит, потому что есть же разница, не знаю, сделать полную копию Мона Лизы, блядь, или просто такой же портрет, похожий на Мона Лиза. Ну, есть же разница, конечно, конечно. Я про это, понимаешь, чувак, если тебе нравится моя подача, не знаю, как я матерюсь, там, не знаю, как я себя подаю, как я рассказываю. Ну, блядь, как бы, не надо копировать мой контент. Почему тебе это раздражает? Почему ты боишься? Потому что это мой ребенок. То есть, понимаешь, я... Вот то, что я выдаю в интернете, я на это время трачу. Ты же понимаешь, что ты это выдал в интернет? Все, это... Это вот у всех на ладони, кто... Я это выдал для пользы людей, чтобы они это съели, для себя взяли какую-то полезность и пошли дальше. Но не для тех людей, которые будут, как я, так же делать, копировать меня, и, типа, а-ля, там, я Макс Беловусов номер два, понимаешь? Идите нахуй. Ну, ты боишься, что конкуренции получается? Я не боюсь, мне это бесит просто. Я понимаю, что она будет, я понимаю, что она уже есть, но меня это просто раздражает. Меня раздражает, когда люди сами не могут свое что-то придумать, они копируют. Один чувак даже взял на билл татуировку, как у меня вот здесь на груди. Такую же. Такую же, да. Ты можешь, кстати, показать, если это возможно, что там изображено? Или, может быть, лоска? Феникс. Феникс, да. То есть, как бы, это знак того, что у меня перерождение произошло. У меня была сильная депрессия одно время, как бы, и я потом, чисто себе напоминалку, набил татуху, что, типа, вот я смог через это пройти. Блин, вот это очень интересная тема, но предлагаю закончить сейчас. Давай вспомним про нее чуть-чуть позже, когда будем про тебя лично говорить. Да, давай. Вот про Инстаграм еще у меня такой вопрос. Ты говоришь о цифрах, которые для многих людей просто нереальны, да? Понятно, что в Москве зажрались, да? 500 тысяч рублей ты зарабатывал там у Аяза, конечно. Полтора миллиона ты накопил. Но 100 долларов в кармане, да? И то это деньги, которые пришлось откладывать людям зарплату в регионах. Что делать на эти деньги? Как стать популярным? Слушай, я так отвечу. На самом деле, вот у меня, опять же, я не для рекламы это рассказываю. Вот у меня ребята учатся на курсе по маркетингу. И я на третьем потоке уже точно понял, ну, третий поток обучения, то, что дело не в знаниях. И я об этом на Инстаграме пишу. У меня сейчас 20 человек, и я на протяжении месяца с ними работаю больше даже с психологией, нежели с знанием по маркетингу. Я учу их зарабатывать больше в маркетинге. Потому что как коуч, как Тони Роббинс, вот это история. Ну, можно так сказать. Потому что я точно понимаю, что если человек сам в себе не уверен, если он чувствует вину за то, чтобы попросить больше за свои услуги. Да. Если он не уважает свое личное время, если он не уважает свою экспертизу. Вот эти все тараканы, именно из-за них ты не зарабатываешь. Они из-за того, что ты что-то не знаешь. Если я двум чувакам дам одни и те же знания, один заработает 200 тысяч на них, другой нихуя не заработает. Так. В этом-то и проблема. Поэтому я с мозгами больше работаю даже вот. Дело не в 100 долларах, и надо не о 100 долларах думать, да? У тебя 100 долларов именно потому, что ты еблан. А не потому, что ты что-то не знаешь. Получается, надо менять сначала свое состояние, то, как ты себя ведешь. Это звучит очень, знаешь, поверхностно. Как-то тупо, типа мышление, сознание, зона комфорта. Ну, блин, это реально так. Это звучит поверхностно, пока ты в этом не разбираешься? Конечно. Знаешь, какой пример? Вот я сегодня делал упражнение для ребят. Очень крутое. Вы можете тоже это сделать, кто меня смотрит, слушает там в подкасте. Это к примеру того, как я работаю с мышлением. Я задаю вопрос у ребят. Ребят, что вы чувствуете, когда вы берете деньги у клиента? Вот прямо пишите свои эмоции. Мне пишут там разные ребята. Один пишет, типа, слушай, я очень сильно стараюсь дать больше пользы, потому что я чувствую, что я недостойен этих денег. Второй пишет, я боюсь то, что я обосрусь. Третий пишет, я боюсь, что ему не понравится. А потом я говорю, ребята, давайте поменяем слово клиент на слово секс либо девушка. И давайте перефразируем ваши фразы. И там получается так, типа, я боюсь заняться сексом с бабой, потому что я боюсь, что она не кончит. Либо я боюсь заняться сексом с бабой, потому что, типа, я не уверен в своих силах. Ну, конечно, это смешно звучит. Ну да. Вот. И вот если это упражнение сделать, они реально начали осознавать, в чем у них проблема. Проблема-то именно в уверенности в себе, в состоянии, в том, как ты продаешь себя самопрезентацию. Ага. Потому что знания плюс-минус у всех одинаковые. Зайди, блядь, в интернет, не знаю, посмотри любой бесплатный вебинар, не знаю, зайди на шер, вот на слив, там какой-нибудь там, на складчину, блядь, вот эти знания. Но почему, если эти знания в открытом доступе, если они стоят копейки, почему 100% из тех, кто это все читает, не зарабатывают деньги? Да потому что в башке проблемы, то есть они не достигли определенного эмоционального развития, чтобы брать такие деньги, зарабатывать такие деньги и чувствовать себя комфортно с такими деньгами, понимаешь? Понимаю, я вот с тобой полностью здесь согласен, реально. У меня только вопрос такой, маленький подкол, конечно. Ты говоришь, гневаешься, то есть бесишься. Но ты же понимаешь, что это твоя слабая сторона по факту. То есть это же тебе мешает делать эффективный результат. В гневном состоянии ты не можешь применять эффективную мысль. Я не гневный, я эмоциональный. Эмоциональный? В силу того, что у меня родители актеры, коллеги не дадут соврать, я могу наорать, нахуй послать, но это чисто мое состояние нормальное. То есть это не гнев, это просто эмоции. Я очень эмоциональный, у меня как бы вот, как сказать, диапазон эмоций, он мне вот так вот просто очень быстро. Тебе это не мешает жить вообще? Мешает, но я такой. То есть как бы я себя таким принял, я такой человек. Сдерживать это в себе хуже, потому что если я в себе это сдерживаю, это болезни, это стресс, это депрессия. Подавленность получается. Да, подавленный гнев еще это называется. Это когда я беру, на работе это все сдерживаю, а на девушке либо на маме срываюсь, нахер мне это надо. Но ты не думал, как это направить, может быть, что-то, чтобы улучшить отношения с коллегами? Конечно, все правильно. Направить в благое русло, то есть найти какую-то крутую цель и туда херачить и направлять всю энергию. Есть такая цель сейчас? Конечно. То есть у меня цель, как минимум, сделать, не знаю, там, крутую книгу написать. Книга? Да. Какую ты книгу хочешь написать и когда она будет? Слушай, я хочу написать книгу на стыке психологии и маркетинга. Я перечитал кучу книг по маркетингу и понимаю, что это дичь. В том плане, что она не рассматривает все, что нужно человеку, чтобы он понял, что такое маркетинг. Ну, конечно, легко так взять и обосрать там все книги по маркетингу. Я не говорю про все. Я не говорю про Котлера, я не говорю про о Гилви. Я говорю про то, что сейчас в России выходит. Да. Я говорю про то, что сейчас в России выходит это, знаешь, типа, лишь бы, блять, написать книгу. Ага. Вот я разобрался в автоваронках, взял и херачил книгу. Я разобрался в таргете. Ну, это же хороший инструмент, чтобы привлечь просто людей, ну, понятно, на чем он есть. Это хороший инструмент для спикера, для человека, автора. Но ты имеешь в виду, что пользы мало приносит? Пользы ни хера нет. Я читаю эту книгу, я понимаю, что она, блядь, неактуальна. Это не фундаментально. А ты напишешь фундаментальную книгу? Я хочу фундаментальную. Сколько ты на нее готов времени потратить и сил? Да хоть всю жизнь. Слушай, вот Дамир Халилов, я смотрел его в сториз, ты знаешь наверняка, он сейчас пишет новую книгу, и он прям выкладывал, он делился в сториз, это было интересно, как писательский труд, да? Он говорит, чтобы писать книгу, нужно писать каждый день. И никаких поблажек, ты приходишь, какой бы ты уставший ни был, написал хотя бы пару строков. Слушай, про Дамир Халилов, я, конечно, его лично не знаю, и, возможно, я не прав, я нудак, но, по-моему, чувак, пока я никогда ничего не делал. Ну, то есть, это, возможно, я ошибаюсь, но у него Грим Перар, который у него там, типа, фикция, это же понятно, что фикция. То есть, мой коллега Костя Зимин об этом даже снял интервью. У него было в интервью что-то, я видел про Дамира. Ну, это не его уже агентство, и он, как бы, сейчас как коуч просто ездит и на этом зарабатывает, как я понимаю. То есть, у него нет активных проектов. Если у него появляются какие-то клиенты, он отдает на Грим Перар и получает с этого комиссию. То есть, он там никто, по сути. Ну, этот вопрос опустим, не знаю, потому что... Я тоже не знаю, я догадываюсь. Поэтому человек, который пишет книгу, будучи не являясь практиком и не, как сказать... Ну, это все равно, что значит, написать книгу про секс, смотря на видео. Ну, то есть, ты с этим не согласен, что, чтобы написать книгу, надо каждый день. А как тогда, рывком? Не, я к тому, что я не согласен с тем, что человек может написать книгу, не будучи в этом во всем, как бы, вот... Окей, это понятно. Да. А именно по принципу написания книги? Да херня, заставлять себя писать тоже... Тоже подавленность не стоит заставить. Я пишу свои посты, вот многие восторгают с Макса, охеренные посты, классно пишешь. Мне очень нравится, кстати, реально. Меня цепляет. Знаешь почему? Потому что я не пишу из-под палки. У меня пришла, не знаю, эмоция какая-то. Я, не знаю, могу ехать в такси, могу сидеть в туалете, могу есть, могу, не знаю, там, в спортзале бежать на этом и, блядь, что-то там написать. Так, так. Я от эмоций пишу, то есть у меня есть какая-то эмоция, которая меня заднёт. Вспышка, и ты пишешь? Да, я от пышки пишу. У меня нету контент-плана. Если у меня не приходит ко мне муза, я не пишу из-под палки, как бы, я могу две недели ничего не писать, потом взять бомбон-учет написать. Потому что я понимаю, что если это всё идёт от души, изнутри, люди это считывают. Это как, знаешь, такой код. То есть вот в тексте есть определённый код, который люди считывают. И если вот разобрать мои посты, с точки зрения вот информации, ну да, они, возможно, похожи на что-то, но они отличаются, потому что там есть я. Ну я видел твою рекламу в сторис, она меня периодически мелькает, и ты знаешь, всегда цепляет. Я не сразу вижу, кто там не ботабу, что написано, да, я вижу, ну, контент, и я такой сразу, бух, раз, увлёкся, читаю. Потом вижу, Макс, понятно, так постепенно ты меня завлёк, что я уже начал читать посты. Получается, я хочу просто резюмировать этот момент, и я здесь тебя поддерживаю, что не надо себя заставлять из-под палки писать. Нужно, чтобы не было подавленности этой. Ну конечно. Ну ты прикинь, ты, по сути, что такое текст или музыка, я не знаю, любое твоё проявление в мир, это энергия. Да. Если ты это всё делаешь из подавленного состояния, то это всё считывается в энергии. То есть в той, которую ты передаёшь с помощью текста, с помощью музыки, с помощью, не знаю, там, ещё чего-то. А как вот это настроить? Это же реально большой вопрос. Как настроить свой мозг, чтобы он хотел вот этим заниматься? Ну вот, будучи, как бы, заинтересованным в НЛП, твой вопрос уже неправильный. Так. Потому что ты спрашиваешь, как заставить? Ну да, есть. Понимаешь, и многие люди так же спрашивают себя. Вот проблема в том, что наш монолог, который мы ведём сами с собой в голове, он уже неправильный. Угу. То есть мы задаём неправильные вопросы, неправильный диалог с собой ведём. И именно из-за этого мы мало зарабатываем, у нас 100 долларов в кармане, нас все раздражают, не знаю, у нас ничего не получается. И мы пишем книгу из-под палки. Угу. Если ты бы задал вопрос, типа, из серии, как мне получить больше положительных эмоций, которые я передам в книге своей, это уже два разных вопроса. Ты уже заряжаешься на то, что книга равна положительной эмоцией? Я, например, чтобы начать хотя бы думать о книге и какие-то главы прописывать, я поехал в Шотландию с девушкой. Ого. То есть я там две с половиной недели провёл специально, там, мы нашли те места, где меньше людей, где горы, озёра, там, лес. Настраивался как-то. Да, где даже снимали, там, «Властелин колец», вот, в тех местах. И, как бы, я туда за эмоциями ехал. Угу. То есть, причём мы буквально вот за два дня купили билеты, у нас просто была виза в Великобритании у обоих, и нашли быстренько места в Airbnb, забронировали, всё, полетели на следующий день. Я туда за эмоциями еду, понимаешь? Ты написал там что-то? Сколько ты написал? Я ни хера там не написал, но при этом у меня в голове хотя бы какой-то план был. То есть я понял, как это было. Это подсознание работало, вот это вот. Да, то есть, знаешь, фишка в том, что, ну, вот, если вы читали, кто-то из вас там, ты, либо не знаю, кто слушает, Вадима Сделан, да, потому что я по нему прикалывался, там, 18 лет, трансёрфинг. Он прикольную вещь сказал, то, что во Вселенной есть уже ответы на все твои вопросы, и если ты что-то хочешь достичь, либо получить, тебе просто нужно закинуть как бы удочку, то есть подумать об этом, у себя внутри-то переварить, всё и оставить. И к тебе придут и все ответы. Терпение нужно для этого, конечно. Опять же, терпение, опять же, видишь, из позиции заставляться, понимаешь, терпение. Конечно, конечно. Ну, как, вот понимаешь, такой вопрос возникает. Просто получать кайф от жизни. Мы не умеем этого. Ну, нет, те, кто умеют, они... Те, кто умеют, умеют, да, но мы, я имею в виду, вот, люди в большинстве. Как расслабиться? Это первый вопрос, который с психологом мы разбирали, когда я с ним работал. Как расслабиться, понимаешь? Ну, опять же, вопрос, как расслабиться? Неправильный. Неправильный? Неправильный. Всё. А какой правильный? Как мне чувствовать себя ещё лучше? Хотя бы. Ещё лучше? Ну, хотя бы такой, да. Ну, то есть, это разные вопросы. Уже заведомо предполагаю, что хорошо. Конечно. Слушай, тема очень интересная, глубокая. Давай ещё вернёмся к маркетингу. Вот какие вопросы тебе, как личному бренду, чаще всего прилетают в личку? Там топ-3, например, вопроса. Я точно понял, что я, скорее всего, вообще никогда не буду работать с женщинами. Лично я. Может быть, кто-то там из моих коллег будет с ними коммуницировать. Потому что я понял, что вот женщина в бизнесе, клиент мой, это пиздец. Так? Да. Потому что... А я видел, у тебя неплохие отзывы были от последней клиентки по музыкальной школе, что-то такое. Нет. Ну, как бы, бывают женщины, с которыми мы находим общий язык. Ага. В том плане, что у них ещё присутствует такая мужская энергия. Ага. То есть, мы как бы с ней резонируем. Ну, вот если чисто вот женщина, прям такая вот, баба, да? В отвечая на этот вопрос по личному бренду, у меня было два случая, когда мне могут звонить ночью. В одиннадцать. Говорит, Макс, у тебя охеренный инстаграм, давай поработаем по личному бренду. Я готова. Я говорю, миллион. Ага. Все, любые деньги. Я трачу на неё время, встречаюсь с ней, там, не знаю, в кальяны хожу, там, блядь, ещё что-то. Я на это подумаю дальше. А почему ты не берёшь деньги за первую консультацию? А всё, буду брать. Будешь? Да, я всё, я решил, чтобы со мной просто поговорить. Время надо ценить, конечно. Да, я об этом даже эфир делал, можешь на ссылку ставить, как, почему нормально слать клиентов нахуй. Потому что, ну, простой ответ. Клиент от этого ничего не потерял, он только приобрёл. Он приобрёл то, что ты ему объяснил в течение тех часов, в которые вы с ними общались. Он приобрёл примерное понимание стратегии, он же будет спрашивать, как ты будешь работать, что ты будешь делать. А ты, сука, что приобрёл? Ты приобрёл минус три тысячи за кальян. Приобрёл опыт, что потом надо брать платные консультации. Да, ну, как бы, это идиотизм. Ну, реально. Я понял, что если со мной как-то встретиться, не по моей воле, всё, пять тысяч рублей в час, пожалуйста, как бы, встречайтесь, общайтесь. Ок, а вопросы какие, топ-3, вот можешь назвать? Что самое частое? Макс, привет. Макс, привет. Как продвинуться в Инстаграм? При этом я захожу к нему в Инстаграм, это полный пиздец. То есть там, ну, понимаешь... Какой вопрос ему надо себе задать первый? На чем поработать? На хуя тебе это надо? Ты говоришь, зачем? У меня однажды ко мне пришёл чувак, я не буду по нему рассказывать, но... Он прямо вот узнает, что это про него. Он говорит, Макс, я хочу... Я вот спикер. Я спикер по продажам, я хочу заниматься личным брендом. Я говорю, окей. Я причём даже не обозначал ценник своей работы. Я ему сказал, сам заплати, сколько ты считаешь мне нужным. Мы начали с ним работать, и примерно на вторую встречу я ему говорю, чувак, ты не можешь быть спикером, потому что ты сам себе врёшь и врёшь окружающим. По полной себя, своей работы... Глубоко ты пошёл. А я всегда глубоко иду. Потому что я понимаю, что если внутри ни хера нету наполненности, то... Ну, мне однажды отец очень классную вещь сказал. Если ты идёшь на сцену... Да. Инстаграм публичный, там, не знаю, быть актёром, певцом... Ага. Не важно. Ты аудиторию имеешь. Тебе нужно, чтобы было что сказать людям. Если тебе нечего сказать людям, не иди туда. Соответственно, вот меня раздражают люди, которым нечего сказать, и они прутся и пытаются что-то там вот из себя корчать. Это естественно происходит. Это не игра, да? Ты прям по-настоящему вот против этого. Я вообще против этого. Соответственно, когда мы с ним прорабатываем, я говорю, чувак, пока ты не проработаешь вот эти вот темы, не признаешься людям в том, что... Ну, то, что ты им говоришь, Серёж, в уши, это не так. Потому что в любой момент я могу просто узнать, на самом деле, что было. Не то, что ты рассказываешь, что было. Плюс у тебя... Ну, когда я смотрел, наблюдал за тем, как он выступает, я прям заметил полный разрыв шаблона в том, что он говорит и его мимику лица. Люди же это считывают. То есть, когда ты не уверен в своих словах, это люди будут считывать. Даже если не знают, на самом деле, законные правила. Да, они просто это на уровне подсознания. Да, есть такое. И я просто смотрел на реакцию людей в зале, а люди вот так сидели, там, кто-то спал уже, кто-то вообще там... Не, ну, вот так летали, люди сидят, ну, перед большинством, наверное, спикеров, даже Ивлеева сидели, смотрели вот так вот. А потому что мне нравилось. Не нравилось. Ну, невозможно же всем нравиться. Возможно. Возможно всем нравиться. А кто, пример, может такое вести? Не абсолютно всем, а когда ты выступаешь, можно расположить к себе весь зал. А абсолютно весь. А может привести примеры, кто так делает? Ты видел? Так, серьезно. Ну, потому что я со 14 лет занимаюсь музыкой, у меня были примеры выступления на 80-тысячные залы. Ну, это, как минимум, очень крутая установка, в принципе, чтобы выходить на сцену. Я так делал. Я должна быть такая установка. Твоя установка должна быть, я должен всем понравиться. Не должен, а я нравлюсь, наверное, тогда, да, потому что это же... Ну, должен нравиться, как бы кому-кому, когда, там, ну, правильно ты сказал, да. Ну, просто вот ты должен выходить с установкой того, что ты всем нравишься, вот, абсолютно всем, кто там в зале. Абсолютно всем. Ты до всех, до каждого должен скучаться, потому что, по сути, это единый организм. ты должен сочетать его энергию я подстроиться под его динамику почувствует зал как он ощущает себя и с быть с ним на одной волне так вот тебе это удается дать и артисты те люди которые хорошие спикеры хорошие артисты они умеют это делали парочку хотя бы таких для монатик предположим монатик соглашусь он до чего сполагаю я не скажу что не очень сильный вокал и не скажу супер но энергетика просто можете как нас за фредди мэркьюн вспомните фильм там же реально эти кадры у меня мурашки всегда были похожи как он это делает у меня сейчас мурашки пошли это бомба просто он держал за задницу десятки тысяч человек но и в прямом и переносном смысле да это музыка понимаешь мы говорим про музыку на важный бизнес спикер это любое проявление понимаешь музыка тексты не знаю выступление публичное это проявление тебя как человека твоей как будут эмоции это можно привести в бизнесе в бизнес-пикерах таких такие примеры многие могут срать а я за многим у нас это не робинса не знаю там за пробел еще кого-то но я так скажу я не работал с говном все с кем я работал я искренне верил им и мне нравится то что они делают и когда я начал работать с аязом и кайфовала то что он делает потому что насколько искренне это дело он выходил он выкладывался с располагает все однозначно и я верил ему так же как я и верил тони робинсу да там может быть сейчас этот хейт люди люди за хейтом не видят истины понимаешь я проще обвинить обвинить обострять да не разобраться потому что я этот продукт видел там ездил на эти семинары и там я видел это все изнутри понимаешь то есть как бы я и сингапуре в майами в лондоне был я там видел этот семинар полноценный шестидневный не то что здесь москве было кого это было тебе находиться на семинаре но как бы работать то есть ты смог я занимался видео много снимал разных мероприятий тоже и ты знаешь не получалось слушать одновременно дэвида аллина и погружаться до в его контент и при этом делать свою работу качественно то есть пришлось выбирать работу конечно же как я несколько раз там был я по чуть-чуть что-то вот нацеплял поэтил что не мог там просто сесть и все шесть дней там сидеть на жеоперонную как бы слушать не то да я правильно понимаю нет не такой результат не ну результат был особенно когда в майами был там как бы не особо много работы было в том плане что там работа больше работы тогда когда больше делегаций то есть мы когда в лондон выезжали нас там выехал 2000 русских русских и русских естественно нужно там много больше работать делать в майами там 200 человек выехала делегация нашу язычный там семна посудороже и он меньше у меня получилось там два-три дня поприсутствует то есть полноценно с утра до ночи и я херел честно чувак он просто гениальный как бы я вообще могу отдельно про это рассказывать там часами что он рассказывает как он рассказывает как он с самоубийцами даже работает это круто да да я об этом тоже эфиры там специально там сделал где я вот у меня можете найти типа тони робинс плагиат где я рассказывал что многие спикеры русскоязычные здесь они поступают и конечно просто копируют я вот мы говорили об этом начале краде как художник да но кто-то копирует прямо еще и полностью да как бы и и даже не делают на самом деле я бы не сказал что это прям плохо это плохо но почему они же качают тему они ее развивали они не то не конечно не то не но никто не продавать так смотри тони робинс работает с и человека вот ты если скопируешь что не робился то ли вас 50 это это опасно так это конечно да и готов брать ответственность за человека которым взяли ответственность понимаешь да не долбоебы ну а кто-то должен был они долбоебы честно скажу они сделали ошибки это факт да они у него так делают понимаешь вот петя возобновил себя блять охуенным коучем понимаешь на какую право он имеет людям вот это все говорить то что говорит тони робинс изучал и психологию просто блять сезут и разовы на эти семинары и говорит те же самые вещи людям при этом люди плачут у них срывы бывают как бы он же с этим не перерабатывали ну похер на чек заплакал и он вот я чувствую потом ты же начал сейчас он прорабатывает он рекомендует всем после метаморфоз этих психологу обязательно короче чё это за рекомендацию это все нашли за изнасиловать бабу а потом сказать слушай исходи к врачу я считаю это пиздец ну правда трена пиздец ну они же популяризуют понимаешь тему то есть да кто-то ну как это первые воины до первом находятся кто-то умирает они не популяризируют они как грибы блять берут и на это бабки зарабатывают все это единственное я не пытается себе это все продать типа блять вот я короче типа значит я добро не с увидим таки херня все это если вы пейте с мишей не понимали что это хорошо продаться здесь в россии аналог свидания судьбой семинара как митаморфоза не в этом не делали я не верю в это я добро что он изменился я словил там блять не за цен какой-то там херня честно правда ну это бред ты не веришь не очень а парабеллуму ты веришь да потому что я лично с ним знакомый общался с ним и чисто на уровне ощущения а я за а почему как ты считаешь они нормально общаются с петь и например они выкладывают stories тоже без проблем чувак петь я учился у парабеллуму да ты знаешь да но видел какие-то видосы да и а я с одно время тоже у них учился и он их одно время воспринимал как жестких конкурентов потом он понял что типа вот есть карма в бизнесе не надо срядных конкурентов ну и как бы человек просто понял что ты либо сотрудничаешь сильным игроком на рынке ну либо ты с ним воюешь и такая вин вин как бы да я то что воевать с ним как бы им неразумно и ресурсов затратно поэтому нахуй мы с ним воевать получается даже больше для себя это выглядит просто это просто тактика это типа знаешь как вот есть лао цзи там как там искусство войны да это просто определенная тактика действий которые понимают и принимают как одна страна так и вторая страна при этом они могут у друга ненавидеть сырая до дуга в глубине души но это нашли на людях типа чумок-чумок типа да я понимаю что мне будет сложно с такой установкой там зато в маркетинге прямо ты говоришь ты прешь понимаешь да у тебя эмоции зашкаливая но при этом за счет мне нравятся позиции лебедева тему лебедям то что он открыто прямо говорит и он и себя за это уважает и люди уважают за это ты думаешь это роль у него или это не может чувак из-под палки все это писать будучи неискренним будучи чтобы это не первого изнутри ему что-то бесит он об этом написал его что-то бесит он об этом рассказал это смешно это прикольно это искренне это как-то вот из глубины души идет это не наигранно поэтому тебе скидывал цитату гореви кстати я бы хотел просто ее напомнить него парень спрашивал видео как мне гарри ввейте на новый уровень в social маркетинге медиа маркетинге как не делать круче контент он ему говорит парень сейчас я открою крутой секрет ты готов слушай тебе не нужно выходить на новый уровень я нужно делать контент который точно не лайкнут вот дел думаешь что этот контент точно никто не лайкнет никто не понравится его выкладываешь вот как ты на это смотришь я так отвечу на этот вопрос люди которые такие вопросы спрашивают им похуй что ты им ответишь потому Потому что у таких людей, у них уже установка, этот чувак, он не меня. Гарри Ви. Да, любой. Когда люди спрашивают, типа, Макс, посоветуй, Макс, дай совет, Макс, научи. Я понимаю, что, возможно, люди, которые ко мне хотят пойти на обучение, возможно, сейчас обидятся, не пойдут ко мне на обучение, да? Но это проблема вечного студента. Повзрослеть надо. Когда ты думаешь, что кто-то умнее тебя, когда ты думаешь, что у кого-то есть вопросы, точнее, ответы на твои вопросы, когда ты думаешь, что то, что он тебе скажет, это истинно, это такой же чувак, как и ты, понимаешь? Может быть, ты ему можешь посоветовать, а не он тебе. Поэтому с такой установкой, типа, чувак, посоветуй, Гарри Ви, посоветуй мне, как выйти на новый уровень маркетинга, блядь, да сам выдумайся. Ну, как бы, вот, знаешь? Но так ведь можно бесконечно блуждать по своей наработанной колее нейронных связей. Единственная задача коуча, тренера, не знаю, там, инфобизнесмена, там, похер, люди, которые обучают, это помочь человеку самому найти ответы на свои вопросы, а не дать ему свои ответы, потому что ты свои ответы нашел конкретно для себя, но твои ответы могут не подойти другим людям, потому что это разные люди. Одно дело я с моим опытом, с моим самосознанием, с моим отношением к миру, моими эмоциональными вот этими всплесками, моей семьей, моим бэгграундом, да? Другой человек, который рос в другой социальной группе, не знаю, там, у него другой бэгграунд, еще что-то там, какие-то... Конечно, сколько людей, столько путей получается. Да, и думать, что у тебя есть ответы для абсолютно каждого человека, но это считать себя богом просто. Поэтому моя задача даже как тренера, там, как коуч, не знаю, как консультанта, не знаю, как человек, который там маркетингом это делает, это помочь раскрыться тому, что уже есть, понимаешь? То есть помочь человеку найти ответы, которые у него в нем уже есть. Они есть во всех, на самом деле. У всех есть, да, а не переделывать человека. Это бесполезно. Потому что доводить его до слез, ломать его, это просто Петя закрывает свои комплексы. Вот когда он издевается так над людьми, доводит до слез, ломает, не знаю, там, кричит на них, орет, не знаю, унижает, оскорбляет. Ну, если это прямо жестко так, да? Это он свои комплексы закрывает. Он сам себе не уверен, и он сам себе это говорит. Потому что он даже в некоторых интервью, он признавался то, что он, помнишь, он мудак. Он вел себя как мудак вот эти все там 10 лет, когда он занимался ФБМ, когда он обижал, срал, унижал людей. Но ты считаешь, что это все равно роль? Вот это вот новое, это тоже роль? Это его проявление. Это его проявление, которое, я вам понял, что оно было неправильным. Вот. И я себя тоже ловлю, очень часто на таких проявлениях, я не идеальный тоже. Но я понимаю, что это неправильно. Потому что то неровность это делал из добра. У вас позиции добра. Есть очень прикольный вопрос, когда ты себя чувствуешь плохо, либо в депрессии, либо у тебя что-то не получается, спроси себя, ты сейчас действуешь и мыслишь с какой позиции? С позиции зла, депрессии, либо добра. То есть смотри, к примеру, ты мне сейчас задашь вопрос, типа из серии, там, не знаю, там. Макс, как ты относишься ко мне, да? Либо там, не бесит ли тебя, что тебя копируют? Ты уже с позиции негатива спрашиваешь, понимаешь? А с позиции позитива, это типа, Макс, ну, понял, да, пример? Ну, ты оберни, как теперь это спросить с позиции позитива? Вот, например, вопрос, Макс, ты не считаешь ли себя Богом? Вот у меня такой же вопрос задал партнер, с которым я сейчас не работаю, но ты с ним работаешь. Он мне вот... Костя? Костя, да, он часто мне говорил, Макс, ты как Бог, короче, ты себя ведешь как Бог, ты там это... Я не знал такого, что он догадывал, честно, это я сейчас из твоих слов взял, ты минуту назад сказал. И я ему вот так ответил, Костя, люди, как правило, говорят то, что у него самих болит. Ага. Если человек... Эго. Если человек очень часто говорит про то, что у меня эго, я Бог, типа я там, у него проблемы с этим, потому что мы видим всегда то, что есть у нас самих. Понимаешь, да? Да. Поэтому скорее у Кости проблемы с Эганом, это уж что он считается огромным, и он не смог себя... Твои партнеры просто смотрят так, как... Я не смог себя реализовать в этом во всем, поэтому мы с ним разошлись, только поэтому. Поэтому, когда мне спрашивать, типа, Макс, чувствуешь, что ты себя Богом, ну как бы ты сразу как бы не палка, она такая, типа, негатив такая, типа, на, типа, вот, поддернулась как бы вот сразу. Ну, я прошу, что ты не хочешь это сделать, но вот это с позиции такой. Поэтому, ну, я так же и отвечу, наверное. Слушай, это сильный... Я понял, о чем ты говоришь. Это сильно, действительно. Понимаешь, просто, насколько это рожачно со стороны выглядит, когда чуваку задаешь вопрос, типа, ты не чувствуешь себя Богом? И он такой говорит, это их проблемы. Как бы, ну... Это и правильно, да, 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 я согласен. Согласен. Но как вот эту границу найти, когда ты, ну, типа, не дурак ли ты, не чушь ли ты сейчас несешь? Не к тебе обращено, а в принципе. Вот ты видел последнюю серию Игры престолов? Вот пятую, давай вспомним. Я думаю, что уже посмотрят, если что, сейчас спойлеры. Мне однажды, когда я снял сториз Мстителей, концовку, мне прилетело от чувака, которому 35 лет, у которого уже есть дети, он назвал меня мудаком, потому что я заспойли эту концовку. Мы с ним общались, мне было прям интересно с этим персонажем пообщаться, я говорю, чувак, какое право ты имеешь называть мудаком, будучи не зная меня лично, как бы, кто-то нахуй такой вообще. И он мне пытался реально объяснить, что я реально мудак, потому что он-то смотрел Мстители, но он переживает за других, которые не смотрели. Я как бы думал, блядь, чувак, у тебя уже есть дети, тебе 35 лет, и ты переживаешь за то, что я какой-то там маркетолог выложил, блядь, в сториз, который держится сутки, концовку Мстителей, вот серьезно, вот пырили, вот раз. Это неэффективно, конечно, для жизни. Ну, то есть, блядь, вот... Слушай, ну, у нас у всех есть белые пятна, это нормально. Ну, так вот, ты помнишь, Дайенерис, она как бы почувствовала в себе, и в шестой серии, ну, спойлеры, да? У нее прям вот этот, ну, как комплекс блока, или как это правильно назвать, не знаю. Это же чувствовалось. Да, просто у нее месячные начались и все, блядь. Или бы она просто, Альза, она хотела переспать с... Слушай, ну, ну, только что в серьезно говорили. Давай в серьезно попробуем ответить. Ну, ты видел, она стала таким прям, ну, башком. Ну, блин, ну, как бы просто странно брать пример сериала, который высасывает из пальцев. Она сказала, это проблемы, их. Ну, они же берут жизненные темы, сценарии жизни. Нет, давай так, я понял твой вопрос, я отвечу так. Когда... Одно дело, когда мне говорят, Макс, ты что, считаешь себя Богом? Я говорю, Динаху, твоя проблема. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда я буду считая себя Богом, пытаюсь навязать свое видение мира и навредить другим людям. Ага, понимаешь? Ты так не делаешь. Я не врежу людям. Так. Даже когда я делаю инстапрожарку, люди сами мне скидывают свои инстаграмы. Понимаешь, они сами, я не заставляю... А звезды? Звезды, да. Я высказываю свое мнение. При этом я вначале говорю, это мое личное субъективное мнение по поводу того, что они делают. При этом я беру реально пиздецовое их выражение. То есть я реально считаю, что это пиздец. Ну, я понял твой ответ. Он в том, что можно считать себя Богом. Ну, как бы я не врежу своими действиями. Ну, ты же понимаешь, она же тоже думала, что она не вредит. Да как не вредит? Она, блядь, спалила без гуру. Она же думает, что это для милосердия. Не будет тиранов. Я делаю благое дело. Все так думают. Есть закон Библии и закон Конституции. Они прям похожи... Что, Библия и Конституция мирила? Твоя свобода должна ограничиваться там, где начинается свобода другого человека. Так. Соответственно, когда ты своим проявлением вредишь другому человеку, это херо. Это ответ, окей. Окей, я понял. И как бы многие могут мне сказать, Макс, ну нет, ну ты же типа на Игорь Мана срешь. Блядь, сука, он первый начал. Я просто написал в комментариях... Это, кстати, такая жачка. Я просто написал в комментариях свое мнение, будучи профессионалом. Я не какой-то левый чувак. Я при этом по делу писал. Он меня заблокировал. Понимаешь? Он тебе что-нибудь ответил? Какой-то реакция от него дождался? Он просто меня заблокировал. Почему ты говоришь сейчас как о бывшем парне? Просто... Нет! Ну это же возбудительно! Ты просто... Ты просто осознай, чуваку больше 50 лет, он профессионал своего дела, он ведет себя как ребенок. Он берет и блокирует. Почему тебя это волнует? Это же как тот парень, который тебе писал. Потому что маркетолог, который позиционируется номер один, ведет себя как... Блядь, я не знаю, как это назвать. Как это назвать? Это непрофессионально просто. Ну почему тебя это беспокоит? Он ведет себя как ребенок. Потому что номер один. Так. Тебя бы беспокоило, если бы твой президент вел себя как идиот. Тебя бы это беспокоило? Ну вот у тебя есть президент, не знаю, предположим, Путин, не знаю, выйдет на Красную площадь голым. Тебя бы это беспокоило? беспокоило меня тоже это беспокоит я вот думаю удивило ли бы меня это настолько сильно сейчас как что-нибудь действительно удивляющий какие-то ты маркетолог на те же должны какие-то люди на которых должны равняться если есть такие люди есть если здесь зарубежные аналоги есть как бы русские я понимаю что среди русских пиздец блять раз-два и обчелся просто мне не на кого равняться кто раз-два хотя бы скажи мне нравится балахнин баллов один уже несколько раз он реально знает свое дело он вообще развивается он читает книги видно что наполнены окей этот как ну не суть закинем на создание вспомнится давай вернемся еще раз богу все-таки раз эта тема вышла сама закончим и первый вопрос был по богу это как вот этот вопрос не считает что ты себя в макс богом как его обернуть в позитивный ключ о чем ты говорим я хотел бы эту тему раскрытие вопроса ко мне да 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 как это обернуть позитивный вопрос просто сказал что немного неправильно как правильно если считать бога человеку который может влиять на массы задать вопрос так как ты макс будучи имея ресурс человечество такой большой человеческий ресурс аудиторию можешь во благо все это дело чуть такого там как бы ты ответил на такой вопрос я делюсь им контентами я на души напишу то есть то все же полезные полезные вещи причем 90 процентов что пишу за это люди деньги берут я не беру же деньги да я просто людям упал вообще понимаю что на каком-то этапе это может человеку помочь просто окей я понял в позитивном ключе ты задаешь какой-то контекст в котором тебе нужно узнать как улучшить свое да и задаешь позитивном это читами в твой город по интервью интервью как бы просто я я даже не подумал людям которые всегда сами собой общаются ведут диалог самим собой это это реально очень важная тема я думаю что в следующих выпусках подкаст я я буду и психологов приглашать и коучей надеюсь а мы эту тему будем глубже глубже раскрывать она действительно очень важно я сейчас на самом деле очень много работаю так вот про бога теперь все-таки в негативном ключе вопрос такой с партнер тебе важно вообще вот партнерские отношения мы сейчас говорили с владом тоже он говорил что ты такой эмоциональный дать человек можешь на носу который оператор который сзади влад который здесь да я отвечу так мне важно чтобы сошелся пазл мы с ладом разными абсолютно разным так он больше человек а я бог больше вода я больше огонь он больше за за статистику за менеджмент за контроль за этап таблички этого то что я ненавижу я креатив я эмоции я как бы пуш постоянный на выход он больше в себя это правильно вообще по идее должно быть да почему мы не сошлись скажем с костей не потому что какой-то херовый профессионал я умерю крутой персонал я бы с ним не работал полтора года по некоторым проектом крупным если бы не считал опыт им персонал но мы с ним одинаковые понимаешь два огня два дня два человека которые которым важными деньги а важно признание и два человека в одной компании не могут ужиться а в дружбе так можно нет и в дружбе тоже нельзя нет потому что есть определенные роли а в связке не работают два одинаковых не может быть жертва жертва на человек же может управлять своими ролями вот здесь там не такая рожда если ты почитаешь эрика берна транзактный анализ игры которые играют люди он прямо черно по белому пишут 99 процентов шанса того что ты не сможешь я думаю может быть стратегически да но я я огонь ты огонь да мы же с тобой мы можем найти общий язык не столько не говорится пара проектов мы с тобой сделали в принципе ок мы с тобой касаемся раз два месяца в месяц в таком режиме только это может быть я пришел ко мне в компании мы посырались я бы тебя нахуй послал поверну или я да получается в долгу это не работает только какие-то точечные стоят потому что ну все компании где я работал я был директор по маркетингу это было важно и почему это было важно что я считывал пытался считать структуру бизнеса как управлять как он это дело как бы я это сделал как мне начаться не получается я считывал роли разные роли разные ролевые модели эти всех руководителей а четко что я для себя понял первое в компании не нужны самые сильные в компании нужны самые нужные так люди которые строятся идеально в коллектив могут коммунитет абсолютно со всеми кто в коллективе и расти в этом коллективе и развивать друг друга это первое что понял потому что есть очень прикольное шоу на мтв который спускался лет десять назад они короче взяли кучу музыкальных групп известных металлика десторг там еще там какие-то там и взяли оттуда лучших музыкантов там басисты супер группа подошли к группу да искали напишите хит они не смогли не пересрались почему потому что там они боги должны были подобраться правильные конечно там они боги там они звезды там они в тему то есть взять на это от чили попрос да да охуенный гитарист на гривен и вас есть вообще охуенный поколист но если этот пазл разорвать и посадить вот этого охуенного басиста другую группу он не будет уже охуенно потому что он был охуенно конкретно в том контексте я группа супер группа недавно появилась lsd да это сия дипло и лабиринт они сделали супер группу очень крутая музыка они как будто бы реально дополняют друг друга но они все звезды да не получится но она получилась же по факту вот альбом я не знаю я не слышу захожу я в перекресток слышу эти песни ну там или куда-то они они не поверь мне они не достигнутого результата как они достигли будучи разрозненными на сами по себе потому что и такого примера ни одного нет супер группы которые бы на могучая кучка вот эта история из композиторов где был мусоргский надеюсь правильно ударение поставил я очень давно музыкалки не был ну вопрос это понял есть еще примеры типа как вот шекспир сюда тоже типа несколько этих там актер семей этих писателей декона чё там какие-то отвечая на этот вопрос мне кажется любом случае даже если они писали ремену жилета коллективно в любом случае кто-то один писал 80 процентов кто-то другой дописывал потому что невозможно выставить четкую хорошую классную линию коммуникации если если это три человека потому что да даже когда пишешь книгу или пишешь пост инстаграме либо музыку ты пытаешься завязать будущий диалог с человеком который будет это все воспринимать если рядом с тобой еще два чувака который тем лучше что-то пытается до 2 вот так да вы так это не получится нормально сделать поэтому но это должен быть это тет-а-тет и когда соответственно пытается а-ля там сделать супер группу типа там же там взять ну тут же сам м-бэр да да классно чуваки поют прикольно совершенно вот фу файтерс например он был звезда да он брал чуваков которые тоже играли в других группах с ним до сих пор басист держится который был там в другой тоже не менее менее популярны на группе но такие же я хочу есть одна звезда а как сильные люди вообще между собой уживаются ну вот сильные люди ну да возьмем фредди меркури они все были сильными но фредди меркури звезда все принимали две звезды не может не может быть невозможно вот как скажи для тебя популярность это способ достижения власти и нам ну например для меня это ресурс я понимаю что с помощью этого ресурса я могу достучаться до людей поделиться с ними своими какими-то мыслями по что моя задача будучи вот как человека на это планируется сейчас не обманываешь я зрители не сам себя нет я самого детства видел видения сны картинки то что я руку вожу десятками тысяч людей уж миллионами я видел эти массы людей именно поэтому я вначале занимался музыкой инструмент а ты над собой кого-то видишь кто выше тебя никто потому что вышли бы ниже себя считать это опять же ставить себя в какую-то если взять иерархию ну как устроено общество да скажем кто вы есть ли кто-то выше тебя естественно если взять иерархию понятное дело что но если такое что ты будешь слушать другого человека а я приказ там нет я именно поэтому не работал никогда в офисе не буду работать даже когда я будущий директор не уживаешь вот он я не уживаюсь да я работаю всегда удаленно для меня в общем не мне пофиг кто это сколько он зарабатывает сколько у него денег какие ресурсы если мне человек неприятен если мне человек не нравится я ему так и скажу если тебе например будет 1000 человек поклоняться да но среди них будет 900 человек которые поклоняются из страха тебе это будет парить или нет не важно я даже не могу представить что я буду еще маркетологом могу сделать такого чтобы не боялись на самом деле возможно очень много но просто как модерируем ситуацию что 90 процентов людей которые тебя обогатворяют тебя не любят на самом деле тебя просто боятся тебе это будет парить или нет или что будет зачем это опять же с позиции негатива зачем не люди которые меня боятся и боготворя то есть только любовь только в таком ключе конечно самая сильная сила это любовь любовь в любом ее проявление семье к девушке к партнерам по бизнесу не знаю там к цветочку там своему делу понимаешь там к музыке своей к текстам в инстаграме к любому комментарии который ты пишешь человеку там в инстаграме интересно это все из любви должно идти да мне не всегда это получается потому что я не контролирую иногда свои эмоции как бы и вообще как бы ну я слушаю вообще не кажется без оценки что ты иногда так как бы включаешь заднюю ты говоришь сначала гадость какую-то это я чисто по прожарке да не гадость какую-то в конце такой ребят извините чё с меня взять я простой маркетолог и вот и честно скажу если бы не помимо того что я хочу высказать свое мнение важным неважно было еще чтобы там набирались подписчики и не дизлайкали меня я вообще этого не говорил честно так то есть если важно чтобы тебя дизлайкали тоже нет чтобы у меня лайкали и этот контент продвигался если буду полностью как как я чувствую популярность любой ценой получается такая какая-то история не прям любой но не любит не менее понимаешь как бы нужно сюда понимать ну то есть да окей ты себя так привил ты сказал свое мнение но если ты перегнешь это тебе во вред придет понимаешь ты получишь кучу дислайков кучу негатива как бы ну как минимум я в эту прожарку 20 тысяч рублей в монтаж и в съемку понимаешь нахуй мне себе во вред это делать понимаешь поэтому я иногда себя торможу естественно я прошу типа лучше извиниться лучше сказать извините но честно тебе скажу я не искренне извиняюсь за это я реально так думаю я поэтому и спрашиваю я это показалось реально думаешь гадости про них да и извиняешься не искренне опять же может быть было бы более честно тогда так до конца и гнуть свою линию люди я так считаю и мне неважно вложение согласно если бы я сейчас был лебедевым я бы гнул просто выглядит маленько так понимаешь я не хочу оценку этому давать но вот как-то не так не как-то лицемерно понимаешь пусть это будет выглядит пока лицемерно но пока я не наберу массу людей когда я пойму что я могу же полностью высказывать все мнение и не бояться да не бояться да я буду делать так ну что если я полностью буду себя проявлять и не сдерживаться как такая страховка получается некая да ну ты прикинь и знаю там вот ты реально не думаешь что человек мудак да ты ему это сказал ты ему это лицо сказал все чуть-чуть что ты этот приобрел все врага врага нагорчика не туда эмоции думаешь я нашему докладу и ему скажут дурак на всякий случай да ну как бы он и об этом узнал данную позицию знала на поэтому ты не потеряла человека ты не приобрел врага я понял это какой-то так скажем просто бизнес ничего личного в этом плане ты оставляешь все пути отхода ну конечно потому что опять же там вот эти все строки которые могут прилететь на youtube на канал на хумит а в жизни ты так можешь с людьми делать сказать человеку что он мудак а потом я реально это чувствую это чисто публичная история когда ты так как бы включаешь заднюю публичную историю это реально правила игры определенные просто есть люди которые ну по факту у них больше ресурсов меня засрать да и уничтожить еще знаешь казалось тоже дофига ресурсов но да видишь вот реально себя боком почувствовал мне кажется вот как-то это надо границы успеть уловить да что чувак есть правительство каким бы там хереном не был все равно тебя могут взять и а ты готов вообще к реакции вот и говорил игорь рыбаков не застрели меня в подъезде там ну что такое но ты готов к реакции такой агрессивный агрессивно например на тебя писали вообще что-нибудь по этому поводу людей которых ты публиковал один маркетолог ответил обиделся обиделся на в личку писал но тебе пофиг в принципе да на нем я тоже обидел а я подумал что реально перегнул окно дома хули я перегнулся это не из деревни парень который был нет ну реально известный маркетолог не игорь ман другой писал можно сказать кто или нет нет потому что я реально чувствую что возможно перегнул возможно перегнул но я не с позиции посадь обосраться там просто такой смешной момент произошел я фотку взял я взял фотку выложил прямых эфир где рассказал про то что типа большинство онлайн-школы сейчас дерьмо собачьи и как бы так получилось что его фотка просто подошла но я не полностью ее замазал мне кто-то ему сказал об этом пишет обиделся обиделся да а если бы агрессия прям было то есть напрямую я наехали мне агрессивно часто висит в комментариях причем один чувак с сенской прожарки с полами у меня до сих пор пишет в комментариях этот вот этот человек где ты сказал про женский контент instagram только для женщин да вот эта история была до чем за хрень упостите мол да и что он писал тебя пиздец он его настолько это за дело у надо спор комментарии пытается доказать что я дебил и блан так вы говорите по ягод пообщался твоими клиентами ты как никто конечно ты же за ты же задел человека но как бы не я ему я ему пытаюсь донести чувак поперты сам кину мне свой инстаграм на прожарку тоже это раз потом второе если ты не готов к обратной реакции ты знал как это выглядит просто были предыдущие выпуски третье а если это все охеренно нахер тебе вообще брать обратно связь по инстаграму убедила его это или не он до сих пор мне пишет что-то типа серии как такой маркетолог как ты вообще может существовать и если он например решит прям отомстить тебе как-то как ты этого не боишься что какой-нибудь сумасшедший решить тебе отомстить пусть мстит будет война если что я не считаю что он сумасшедший это просто пример конечно это правило игры да ну я вообще считаю что как бы ну каждым по заслугам если заслужил ты готов что делать ну то есть ты берешь на себя ответственность за то что говоришь получается мне это читающие все что я там сказал я не сказал что люди вот я не сказал что его жена в родину я не сказал что вы идиоты за идет и дети у них бицилы я конкретно по его инстаграму слушать он полная херня окей было говно как бы и он тоже об этом знает иначе бы он не так не реагировал бы так на это а если придут к тебе там как сбитыми не знаю сбитыми да и вот конкретно скажет ну что будем делать макс тогда мне очень легко будет доказать что это они пришли ко мне сбитыми потому что у меня есть знакомые из внутренних служб их достаточно и они мне сказали что это очень хороший как ну прецедент то есть ну как бы первым первым на кого подумают это они понимаешь когда и к ним придут и очень сложно им будут доказать что это не они поэтому и громкие убийства тоже на поэтому это все ну как бы почему не знаю людей которые так вот громко высказывают свое мнение их не убивают по крайней мере но да на это время потому что ну сразу понятно как бы ну прецеденты есть но это может сделать наоборот оппонент например чтобы подставить может врага ну как бы типа свои своих замочили за плюс еще пашка если человек реально высокий по рангу если он профессионал не будут на это реагировать то что реагируют именно те кто реально понимаешь что чувак сказал правду либо они не уверены в себе если тебе скажут и гей ты обидишься вот и гей роман нет сейчас наверно нет вот а почему потому что ты не пишешь это бред это нет не соотношится с тобой понимаешь а если тебе скажет ты хуевый оператор то видишься честно скажи честно скажи возможно возможно почему потому что ты где-то в глубине души прошу то может быть лучше возможно да вот больше чем чем ты чем ты больше разбираешься в какой-то теме тем это обиднее конечно да с этим тоже надо работать они горят что это внука это правильно или что такое это нужно убирать мне кажется людям сейчас не хватает искренности серьезно вот настолько все привыкли друг другу жопу целовать не кажется что вообще такое ощущение а вот блогеры пытаются вести себя искренне не пиздесят обе играют из города да я полностью с тобой согласен у меня наш вот у меня наш больше всего чего раздражает если определенная кучка компания там инфобизнесмен блогер да конкретно сразу говорите ну чтобы было понятно окей бэм салада головик там аксель вот это вся туса так они друг другу жопу целовать вот они другу типа там комментарии другу пишут и потом лайки другу ставят и пытаться делать это как бы искренне ты это миша ну я точно знаю что это но не может быть так что вы там прям все таки пиздец там друзья там все так все общаетесь это просто тупо потому что типа аля там правила игры правила да и эти ребята то же самое что я нормально общается с петью я это правда не понимаю ну честно ну вот ну невозможно так что у меня нету 100 друзей нереально иметь 100 друзей и со всеми там за десну биться понимаешь как бы ну есть один два друга который там я реально могу там довериться и за долг с ними общаюсь но когда ты вот так вот наш берешь и показывать что ты вот абсолютно всем дружишь там там у тебя нравится абсолютно все что они делают но это же бред все есть друзья мало но есть они тоже огни или нет нет они многие другие не как я то есть просто только так вы не смогли ужиться удружиться как-то так ну да потому что со мной реально тяжело если будет такой же как я потому что у меня скажем очень тяжело с отцом потому что мы по сути похоже да ты от него взял по-любому многое и от мамы взял да ну и поэтому как бы ну мне тяжело видеть свою копию просто рядом с собой и так я понимаю себя свои минусы и плюсы поэтому мне бы тяжело коммуницировать с таким человеком как я вот поэтому отвечаю на этот вопрос там типа вот это вот искренности вот несколько раз на мне не хватает минутами вот это микросы людям тоже можешь назвать кого-то где ты это черпаешь например вот где ты ты можешь взять это это будет как глоток свежего воздуха же но мне нравится чек полоник а вот и его история в том плане что человек да чувак пытался писать форматную форматной книги и однажды он просто психанул когда его в очередной раз не взяли его книгу в издательство он психанул и он написал бальцовский клуб как большой фак ю да всем издательством это было стало известно потому что он от души написал то что он до этого бы не написал будучи в рамках взять земфиру почти тоже никуда не брали за взять рома зверя ты можешь тоже чувак общись провинции рома белых да просто наш когда есть искренне твои вот это вот как то как ты фонишь в мир да твое ощущение да она сюда стреляет откуда это берется в этой искренности признаться что такое просто ну уже такой но это же по факту ты же понимаешь что ну давай так вот с тобой пример возьмем хорошо вот у тебя пример скажу прийти на каннский фестиваль и зато переспать с продюсером и получить там роль главного оператора в новом сериале hbo да предположим там обстракиваться да там такая ситуация либо прийти к нему и честно сказать это хуйня я сделаю лучше вот что ты сделаешь обойдешь второе почему но если я уверен что я сделаю лучше я возьму и сделаю лучше и человек когда видит что я действительно уверен не возникает вопросов понимаешь вот это вот и так же мне кажется большинство придут и переспят и в жопу поцелуют скажут типа бля не факт что это еще будет эффективным на самом деле но многие думают что ты понимаешь вот взять за там напомнила сейчас кстати интервью с давидовичем вот эта вот история сейчас возможно обидится рома масленников да вот пиарщик мы с ним встретились после того как я его немножко подосрал в комментариях там какая история была значит я подписан на всех вот этих саладар бм там вот шайку да винты бизнесменов и под каждым под каждым постом под каждым постом я вижу комментарии от него так типа огонь пост молодец я видел такие комментарии я также думаю только под всеми постами ем пишу ром ну не надо же так подлизывать прямо он для не подвизу я действительно так думаю это моё мнение и я начну подкалывать под всеми комментарии где он писал здесь тоже твое мнение здесь тоже по мнению а у меня плечку пишите макс ты чё даже не ты чё макс я сильно так думаю я бы это бред ты так не думаешь в итоге мы с ним когда диалоги общались выяснилось что он так делает чтобы те люди которым пишет комментарии помнили о нем как а пиарщики и типа вот когда он понадобится первое о ком вспомнит это он логично то есть получается опять же не искренность а типа вот подвесить подвесить такой у нас типа вот правило игры то что да я так не делаешь нет я ему чувак это выглядит зашкварно если ты хочешь быть в поле зрения просто настрой авто просмотр stories на этих людей они будут видеть что ты их просматриваешь все это вполне достаточно либо лайки кстати лайфхак пока им можно пользоваться пока это не запретили ну блять вот писать комментарии типа а даже можно взять специального человека нанять который это будет делать да ну это настолько зашкварно за пиздец это просто не знаю какой то и вот эта искренность которая в тебе ты ее взял от родителей я правильно понимаю да просто не знаю не знаю как то само получилось я вот знаю у меня любимая группа одна из любимых групп это оазис там братья галлахер волшебные вообще братья галлахер охуенно музыка но они столько всегда срались и меня в них нравилось так они всегда срали остальных они сюда вот искренне честно высказывать свое мнение по поводу всего всей музыки бритиш рок неважно там америка любые песни они искренне это делали я это читал потому что прошло профессионал высказывать свое мнение искренне он не подлизывает и по себе когда что галкин типа вот не обидеть чтобы не обидеть а лсу и типа высказаться по поводу ситуация голоса аккуратно стих вот тимон это круто сделал вот мне понравилось понравилось это заявление но это было конечно очень профессионально привет про музыку заговорили вот что ты сейчас музыкой кстати я занимаюсь вокалом но мне не хватает времени на то чтобы продолжать писать песни и репетировать веришь что еще можешь с двери это сделать когда когда ждать не знаю когда но опять же не из-под полки ты на себя не давишь в этом плане да нет я должен словить и созреть да потому что то что я писал пять лет назад она уже не актуально для меня я не смогу также это петь также это прочувствовать чем как все тебе лет сейчас 28 28 но ты слышал такую историю что от 20 до 30 лучшие творения создаются у людей там например дарвин инштейн ньютон они все я слышал про золотые годы что до 30 лет у тебя больше ресурса просто но я не согласен всем что лучше творения потому что вот взять даже музыкантов лучше творение у них после 30 взять стинга вот раннего стинга и позднего стинга это наработки его понимаешь которые он наработал это опыт владения голосом это опыт владения нотами владения рифмой композиции нарабатываешь это сейчас ты тратишь это время конечно я занимаюсь музыкой и продолжаю это делать сколько у тебя часов в неделю на музыку удается у меня два стабильных занятия в неделю по воскресенье да и дома могу что-то слушать могу что-то играет это чувствуешь когда поешь вот я чувствую себя свободным и тем кто есть даже если я уважаю не в ноты даже если мне не получается спеть что-то по крайней мере я звучу ты чувствуешь все так же когда ты сидишь вот здесь за столом в офисе с ребятами работаешь над проектами слушай когда мне реально комфортно с людьми работы да я чувствую состояние потока тысу свободно здесь тут реально книга поток да вот это когда ты нашел людей которые тебя дополняют вот как нашу радуга есть красный цвет и зеленый цвет и сфиолетовый вот вы нашли вы как бы состыковались и вы вот в потоке вы что-то создаете то есть ты там рисуешь красной краской кто-то синий краски это все произведение искусства вырисовываться вот это круто макс ты таким вот прям добрым парнем выглядишь сейчас когда говоришь об этих вещах но это так иногда диссонирует с тем как ты проявляешь себя по отношению к другим людям можно хамить там что-то еще защитная реакция защитная реакция это фильтр от мудаков и называют шкурт ты сейчас на этом сказал немногие так могут просто фильтр от мудаков я просто понимаю что вот эту чек можно как бы ну вкусить свое пространство этого лучше не стоит а как это работает у тебя я просто чувствую вот пробел не опустил он не опустил да прикинь чувак у него личная консультация в час 250 тысяч стоит а если бесплатно три часа пиздил если просто договорился в кафешке он он обо мне я слышал то есть мы как бы напрямую с ним не работали но мы с ним виделись в лондоне на семинаре тони робинса он про меня слышала как маркетолога ну как бы узнал про меня и я просто в инсту написал однажды и мы договорились с ним о встрече когда запускался онлайн школу взять советы как-то лучше сделать он два-три часа со мной бесплатно просто разговаривал в кафе он даже заплатил за меня я тут кстати парабеллума посмотрел stories последние очень классно он отвечает очень четко по делу я даже сделал скрины и он не знаешь там отправил такой смайлик вот вроде не подлезал ничего вот это не подлезал а что я подлезал не считается мне прям понравилось я выложил он такой класс и тоже у себя запостил чувак чувак каш вот он самодостаточен самодостаточный даже не похожи во многих вещах как бы ну не буду называть каких-то манаски похоже на он огонь или нет да как вы же можете вместе взаимодействовать или эта позиция ученик и конечно так мы не взаимодействуем с ним по работе мы снимаю я не уберу советы надо он мне что-то спрашивают мы как бы общаемся как я уважаю то есть возможно взаимодействие двух огней если есть вот это уважение если напрямую то есть я же с ним не буду конкурировать если мы с ним если мы с ним работаем я выполняю функцию скажем маркетолога выполнять одну спикер но если мы спике спикер естественно не садимся понимаешь зачем говорю ты тоже спикер то сейчас выступаешь да поэтому я говорю если у нас одна модели или вами зайдемся ну если как бы занимаем определенной позиции возможно да это есть то есть можно набрать команду огней но при этом они должны как бы от тебя быть как вот ты с этим делом занимаешься organism делами заниматься и признавать что они могут там рулить то есть дать полностью как бы свободу, то, что вот рули... Ну, а где так не надо? Да, да. Ну, есть разные там категоризации, соционика, что-то еще. Да, ну, как бы, опять же, возвращаясь к пробелам, он очень значительный, он пиздец значительный. Ну, то есть, чувак столько поглотил книг через себя, там, он кучу денег потратил на курсы, он, не знаю, там, каждый месяц, там, ездит на какие-то там семинары. Кстати, вот интересная тема, он, да, ты это делаешь, ты... Если у меня ресурс есть, да. Сколько ты вложил, можешь посчитать, там, грубо в образовании? Ну, как бы, будучи маркетологом, я 90% тренингов бесплатно проходил. Либо по вписке, либо, потому что я работал за этим проектом, за рекламу, да, как бы. Поэтому, если читать, если бы я за ним платил деньги, ну, это до хера, ну, лимонов 10 точно. Рублей. Рублей, да. Если, как бы, ну, читать то, за что я реально платил деньги, ну, там, по минимуму. Это нужно прям пиздец, как мне понравится курс, что я не заплатил. А книги, сколько книг, может быть, прочитал? Слушай, у меня фетиш по книгам, я могу купить 100 книг и не читать их. Классный фетиш, понимаю, о чем ты говоришь. Я не знаю, откуда это, возможно, это от бабушки с дедушкой, когда там после войны, там, книги стоили кучей денег, их сложно было достать. Мне это прям, не знаю, я вот книгу вижу, я, сука, ее покупаю. Вот эти полки все заставлены. Да, да, я прям кайф чувствую, там, понюхать ее, посмотреть обложку, там, не знаю, как-то вот. Просто ощущение того, что она моя. Ну, а внутренность, ты лезешь, читаешь? Я, знаешь, я часто как делаю, я читаю первые 20 страниц, если мне не цеплят, я откладываю. Значит, либо времени пришло... Отличный принцип для прожарки книг, кстати говоря, вот, первые 20. Если время, либо времени пришло этой книге, для меня конкретно, либо книга дерьмо. Потому что я считаю, что если ты написал книгу, ну, блядь, завлеки читателя. Ну, то есть, если ты пишешь, как, не знаю, херню, то, ну, не я в этом виноват. Ну, это же, я понимаю, касается всего контента, ты говоришь, что контент надо делать так, чтобы человек на туалете заинтересовался. Конечно, ну, то есть, вот, опять же, взять книги. Книга – это минимум 3 часа. Ты покупаешь 3 часа внимания человека. Даже не одного, а десятка тысяч, которые прочитают. И ты за них в ответственность за это время. Это же херва туча времени. Почему бы не написать так, чтобы люди это реально читали? Ну, Андрей Курпатов вот в «Красной таблетке» гениально это просто сделал. Он там завлекает, ну, там такие методы, знаешь, типа, это «Красная таблетка», я вам ее не рекомендую есть, вы подумайте. Кто-то цепляет, у меня же с первых страниц. Так это и нужно так делать. Да. То есть, мало просто поделиться идеей, важно, чтобы ее схавали, чтобы ее хотели читать и дальше продолжать читать. Угу. Поэтому по поводу книг, реально есть такие книги, которые вроде идея хорошая, вроде как бы писатель, ничего там, ну, с регалиями, но невозможно читать. Скажи, чего ты боишься? Если я после себя ничего не оставлю, вот это первый страх, то что вот все, что я делаю, оно как бы будет никому не нужно и неполезно. И второе – остаться одному. То есть вообще одному. Одиночество. Да, одиночество. То есть вообще одному. Угу. Какая неудача была в твоей жизни самая сильная? Понимаешь, неудача – это значит, что я не так сделал. Я не считаю, что я когда-то что-то не так сделал. Правда, искренне. Правильно, да. Поэтому нет у меня неудачи. Просто были сложные моменты. Давай самый сложный момент. Ну, первый, когда, так сказать, у меня был роман с одной девушкой, мне было 17 лет, и меня не приняли родители, они были очень богатые. И меня это очень сильно задело. То есть я подумал, что типа, как же так? Угу. Типа, я же такой классный. Но оказалось, что я не классный, потому что я не зарабатываю деньги, у меня как бы, ну… Там это было важно. Да. А второе – когда меня не приняли в университете, потому что я поступил на бюджет, но мне всячески доказывают, что я занимаю чье-то место, потому что я не ходил на пару, у меня была куча хвостов, и я ненавидел геофизику, на которой я учился. И реально думал, что, как бы, ну, видимо, я зря туда пошел учиться. Третье – когда я в очередной раз пытался забросить музыку, потому что я, ну, сейчас я понимаю, что это часть меня. То есть как бы я не могу забросить то, что является частью меня. Потом, когда я потолстел, потому что я сам себя забросил, я сам себя отпустил, и я считаю, что, в принципе, можно было держать себя в рамках, не пережирать, не начать, там, курить, пить, как бы, вот, но нервы и депрессии взяли свое. Угу. Вот. Ну, много таких моментов. Ты собирался с силами, ты шел дальше, ну, ты живой, как минимум, да? Да, я живой, но просто, я же пять лет был сыроедом, то есть я не пил, не курил, не ел мясо, не молочку, не рыбу, ничего. Ты сейчас ешь? Да. Овощи, фрукты, орехи. Вот, пять лет он так держался, я был очень худым, я чувствовался просто охерительно, вот, но я сорвался, я чувствую, что я мог не сорваться. Вот, наверное, обратная реакция сейчас, как у спортсменов, знаешь, бывает, что ты себя отмечал. Возможно, да, потому что это все было на чувстве воли, то есть на чувстве вот какого-то такого самоконтроля, а не изнутри. То есть это, как бы, опять же, не с позиции счастья, а с позиции какого-то, вот, знаешь, вот, пушинга себя. Ага. Ну, я не ел мясо четыре года, у меня есть такой опыт тоже, это было интересно. Но я себя не заставлял, честно, не есть мясо, мне было, как бы, просто нормально, вот, поэтому, только в конце, может быть, чуть-чуть. Вот. За кем ты следишь в Инстаграме? Теме Лебедев. Ага. Ну, даже скорее не в Инстаграме, а я телегу читаю. Ты прикинь, будешь никого чуть-чуть, реально. Тема Лебедев самый искренний. Не, реально, вот, я вот стабильно, чтобы читать кого-то его, все, остальных, а так, чисто, по чуть-чуть, что-то там. Куда ты идешь? Вперед. Ну, что, там книга, ты говорил, что, ну, какой план у тебя? Максимально проявлять себя в мире. Книга, музыка, маркетинг, провокации, как по Косте, да. Все, абсолютно. Так много ты про Костю что-то говоришь. А мне нравится как-нибудь кетолог просто. Ага. Я реально считаю его сильным кетологом, и, ну, вот, кстати, второй, за кем я сижу, и за Костю. Мне интересно, что он будет делать. То есть, я правильно понимаю, что вы сейчас не общаетесь? Я не знаю. Ну, мы поругались, да, но мне интересно, с точки зрения профессионала, что он будет делать. Потому что я считаю его сильным... Сейчас Костя там, наверное, тоже чувствует такое, так, надо что-нибудь делать. Ну, я слежу за тем, что он делает, мне интересно, с точки зрения профессионала. Ага. Поэтому, поэтому, возможно, много говорю о нем. Слушай, раз эта тема сам коснулась, что случилось? Почему вы поругались, если вот так честно, в двух словах? Ну, это просто рабочие процессы, правда. Ну, то есть, я даже не хочу в этом копаться. Не сама суть, что это? Эмоции? Ну, просто, ну, там, где-то что-то недопонят. Где-то как-то вот там... Ага. Вы хорошо расстались или прямо на негативе? Так себе, да. А как это произошло? Что? Ну, знаешь, время растает на свои места, мне кажется. Потом будем общаться, но сейчас, как бы, такой, знаешь, не очередь, так скажем. Ну, у меня не первый раз такое. На негативе, да? Не первый? Не первый раз, да, потому что у меня завышенные ожидания от людей. Я, когда с кем-то работаю, либо с кем-то долго общаюсь, у меня завышенная планка от человека, какие-то ожидания, они всегда не оправдываются. И я разочаровываюсь очень часто. Поэтому я в себе коучу не ожидать от человека больше, чем есть на самом деле. Это правильно, конечно. Ну, это сложно. Потому что у меня всегда с позиции идеальности. Я человек смел, он идеальный. А Костя был не идеальный? Да, у Костя, ну, как бы, как и все мы, понимаешь. У всех у нас есть... 100% здесь вообще споним. Да, а у меня, понимаешь, у меня сначала человек идеальный, вот я, знаешь, смотрю на него, как на произведение... Да, ну, это особенно с девушками вот такая ошибка может возникать. Ну, ты, получается, образ какой-то создал, да? Да, да, ну, потому что я, да, я творческий человек, я рисую у себя в голове какой-то образ, какой-то вот. Понимаю. А потом понимаешь, что вот он постепенно-постепенно, он не соответствует. У нас так прям много сегодня психологии, вот, про мозг вот этого всего. А я люблю психологию. А я тоже кайфую на самом деле. Потому что мне кажется, что, чтобы стать крутым маркетологом, нужно разбираться в психологии. Без этого вообще никак. То есть, ну, без понимания человеческой сути и человеческого мышления, там, да, мотивации человека, страхов, нельзя создать сильную рекламу, либо какую-то коммуникацию. Вообще сейчас стоит ли становиться маркетологом? Вот как раз у Кости в интервью, блин, ну, сегодня что-то о Косте, о Косте, о парабеллами. В интервью видел Юния Давыдова. Он говорит, маркетинг умирает. Я сам говорил, да, я же там лично присутствовал на этом интервью. Знаешь, сейчас это тренд. Так говорить? Нет, быть маркетологом. Маркетолог сейчас, как и рок-звезда 21 века. Ну, бизнесмен, мне кажется, вот сейчас больше на это подходит. Нет, до этого был бизнесмен, а сейчас именно маркетолог. Сейчас уже поменялось следом. Да, да, сейчас маркетолог, рок-звезда. До этого был бизнесмен, до этого был музыкант, рок-звезда. То есть люди всегда будут ценить свободу и бунт. А свобода и бунт, они соответствуют с разными вещами в разные периоды времени. Но я опять же говорю, сначала это была музыка, музыкант, то есть ты стал музыкантом, типа ты бунтарь, ты, короче, рок-звезда. Потом, соответственно, художник, предположим, потом дизайнер, потом бизнесмен, потом маркетолог, дальше, не знаю, программист, предположим. Вот через 5 лет будет популярно. Мне кажется, программист тоже был популярен. Ну, я к тому, что, понимаешь, это тренд. Да, понимаю. Меня бесит, когда люди за трендами идут. Ну, что, маркетинг умирает или нет все-таки, как ты думаешь? Да не умирает, просто появляется куча недомаркетологов, которые думают, что они генеральный маркетолог. Вы живут сильнейшие, да. Вы живут сильнейшие, да. У которых призвание этим заниматься. А ВУЗ имеет смысл? Вообще не имеет. Не имеет. Это должно у тебя внутри быть. А к тебе имеет смысл эти МЧСы? Не всем. Не всем? А кому надо? Они почувствуют. Все люди, которые ко мне приходят, они чувствуют меня. То есть они не случайно именно ко мне пришли. У тебя есть огни, как ты говоришь, такие же, как ты, люди, кого ты обучаешь? Есть. Как они? Да, нормально, спорим часто. У меня же эфиры все вживую практически проходят. И я иногда осаждаю сильно, осажаю. Ну, я из позиции блага. Помой человеку. Я думал, сейчас огнишь и скажешь из позиции блага. Прости, но я шутка. Как ты думаешь расходиться правильно с людьми, с партнерами? Да просто слать нахуй и сжигать мосты. Тебе потом не парит это? Если это парит, значит, ты не хотел с ним расходиться. Ну, это твоя же проблема. Это как расходиться с девушками. Есть один партнер, с кем разговаривал тоже о тебе, когда готовился. Он говорит, через полтора года после расставания, вот вы заново начали взаимодействовать. Ты сам пришел, извинился. То есть, почему это произошло? Ну, я понимаю, о ком ты говоришь, я не извинился. Скорее, девушка на это повлияла моя. Потому что она понимала, что мне надо с кем-то общаться, а мне не с кем общаться. Вы продолжаете взаимодействовать, понимаешь? Есть человек, с которым вы продолжаете взаимодействовать. Я, наверное, много с кем расходился уже. Ну, если это то, о каком я думаю, то нет, мы сейчас с ним не общаемся. Нет, наверное, это не тот человек. Ну, за Виктор. Ну, мы же сегодня истинно. Хорошо, Влад, я просто не хотел, мало ли, вот это. Сзади? Да, вы с ним ссорились. Мы с ним постоянно ссоримся. Это нормальный процесс, потому что я считаю, что в ссоре рождается истина. Ага, и тогда был какой-то, видимо, пик, когда ты с ним разосрался. Да, тогда просто это все, ну, там была сложная ситуация, потому что ни я, ни Влад, наверное, там ни хера не зарабатывали. Мы музыкой тогда занимались, если ты про это. И да, мы разосрались, потому что ситуация такая была, что, ну, ни я, ни он, от этого ни хера не получаю. Ага. И, ну, и смысл тогда это все-таки. Почему ты вернулся обратно? Потому что я понимаю, что человек сильный в менеджменте, а мне нужен сильный менеджер. У меня нет таких качеств, как у него. То есть это было не эмоциональное решение больше? Нет, это было полностью взаешено. Рациум, да? Конечно, конечно. Просто мне нужно, ему нужно научиться друг с другом работать. Ну, это комплимент, на самом деле, это круто, да. Нет, я искренне говорю, правда. То есть я в команду не ищу себе, как сказать, людей, которые будут, как Костя думает, опять же, про Костя, да, или там ты, типа, я буду их там подъебать от себя. Мне наоборот нужны сильные люди. Я когда пытался создать рекламное агентство, я всем заявил, что, ребята, моя идея в том, чтобы каждый был на своем направлении, ты его развивал. То есть кто-то сильный в программировании, в аналитике, кто-то в рекламе, в трафике, кто-то в пиаре. Но при этом ты всегда главный, правильно я понимаю? Я не то, что главный, я просто с ребятами договорил, что за кем-то должно быть последнее слово. Если не будет за кем-то последнее слово, это будет все, я знаю, это закроется через два месяца. Логично. Ну, то есть кто-то должен принимать решение, брать на себя ответственность за решение какое-то. И скажи, такой вопрос, возможно, глупо прозвучит, но ты готов идти по головам? Да. И неважно, чей. А потому что люди сами готовы подставить голову. Есть жертвы, а есть лидеры. Так. Вот если ты идешь по головам, значит, они сами приняли роль жертвы в этой ситуации. Потому что, ну, что значит идти по головам, да, вот разберем вопрос. Это значит, как бы перешагнущий с кого-то, правильно? Ну, давай уже раз мы про Влада говорим. Вот, например, Влад такой, я не согласен с тобой, это неправильно. Мы не... Вот там Дейнерис, да, жгла всех. Например, у тебя там зашкалила планка, ты не видишь, да, пелена на глазах. Влад говорит, ты что, ну, дурак, это нельзя делать, мы убиваем людей. А ты этого не видишь, ну, это с кем угодно может произойти тоже, отрицать, ну, бессмысленно. Ты готов наступить на Влада в этой ситуации? Да. Понятно? Окей. Ну, да, потому что мы решили, что я за мной последним словом, все. Ну, это договоренность. Ну, если бы было за мной последнее слово, я бы тогда с ним согласился. То есть, такая вообще, в принципе, возможность ситуации, где за кем-то последнее слово, но не за тобой. Ну, конечно, возможно, но если ты делаешь свою компанию, свой бизнес. Ага. И... А среди целей директоров, например, за ним может быть последнее слово? Я не верю в компанию, где больше двух партнеров уже, правда. Два партнера это максимум. Хорошо. Google, Facebook. А там не партнеры, там инвесторы, они путы. Не то, да, получается? Там они не принимают решения. А в Apple? А не просто инвестора. А в Apple? Там принимали решение за Стива Джобса и его убирали. Так его выгнали из компании. То есть, ну, как бы там был Стив Джобс, который рулил всем. Были инвестора, был генеральный директор, который его уже и уволил. Понимаешь, как бы... Я читал про Стива Джобса книгу, но я не помню, дисконально, что там было. Но я не верю в больше двух партнеров. Все, я понял. Потому что два партнера могут договориться, когда треугольник получается. Это получается связка кого-то двоих и один, который, знаешь, как отчепенизмин. Вот. И этим отчепенцем может быть... Треугольник. Ну да, я понял, о чем ты говоришь. Скажи, а ты врешь людям? Да. Часто? Для чего? Чтобы сохранить отношения. Ну, там, человеческие. Либо... Получить выгоду. Либо получить выгоду. Для этого ты врешь? Да. Когда это вскрывает, что... Я же не могу преувеличивать, я часто преувеличиваю. Даже не специально это делаю. Потому что я... Я вообще считаю, что это не враньё, а гиперболизация. То есть гипербола. То есть это как, знаешь, типа, как вот в книгах что-то пишут. И для того, чтобы привлечь большее внимания, ты гиперболизируешь. Потому что, если бы ты сказал правду, это бы не было вот так... Но факты подменяешь. Могу подменять, да. А если это выясняется, ты паришься потом из-за этого или нет? Нет, скажу. Ну, да, наверное. Бывает. Сори или нет? Или даже нет? Ну, потому что, во-первых, я не помню даты. Имена. У меня плохо с этим. То есть прям много братья. С датами, с именами, да. Я могу там что-то сказать, и потом мне там вот тыкнут. Я скажу, ну, блядь, просто не помню. Понятно. Понятно. Сколько раз ты соврал за это интервью? Да будет ни разу. Окей. Там что? Конкурс! Давай так. Секретная книга от меня, которую я реально куплю, подпишу. Там будет от меня месседж. Это мотивирует, думаешь, секретная книга? Ну, серьезно, честно. Окей. Та книга, которая сильнее всего повлияла на меня в маркетинге. Какая книга на тебя больше всего повлияла в маркетинге? А вот не скажу. Вот это секрет. Так. Вот это и будет интересно. А это важно прям? Ну, конечно. Ну, это реально крутая книга. Окей. То есть... Это очень крутая книга. И она, кстати, не популярна. Это не какой-то типа, знаешь, там, о которой все говорят. Это та книга, о которой иногда я говорю, но ее мало кто читал. Она на меня реально повлияла. Дифференцируешься Юрию Мури? Нет. Ты не угадаешь. Ты не знаешь, что такое. Хорошо. Мне даже интересно стало. Тогда подарок. Книга секретная по маркетингу, которая изменила твою жизнь. Да. Результат Макса 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Макс собирается брать интервью у Парабеллума. Сейчас там продюсер Тату впереди. То есть, ну, есть результат по факту просто. Работал с Аязом, зарабатывал по 500 тысяч рублей. За маркетинг. Ну, для меня я сплатил. Это когда с Тони Робинсом работал. А, с Тони Робинсом. Да, потому что если подумал, что я хорошо платил, к нему пойдут. Это не так. Хорошо. Табай скорее за спасибо Робинсом. Ну, в общем, результат как Макса. Можно сказать, что большая часть это вот эта книга. Да, потому что там я прочитал, что есть такие люди, которые могут прийти в компанию, что-то докрутить, довертеть, и компания взрывается. Короче. Там про Adidas, про Marlboro, про рапивные компании. Вот я в этой книге, кстати, прочитал то, что пивные компании однажды к кому-то обратились, к какому-то маркетологу, и он решил, чтобы поднять продажи среди, ну, они решили расширить возрастную вилку, кто пьет пиво, и пойти больше в молодежь. Они, короче, решили запартнериться специально, это был стратегический ход с музыкальным фестивалем Woodstock, и чтобы молодежь ассоциировала музыкальный фестиваль с пивом. Вот охеренно. И они подняли так продажи. Вот там очень много таких фишек. Там прям вот разбирается, на что готовы бренды пойти, что они делают, чтобы расти. Прямо крутая книга, короче. Условия конкурса. Придумайте, как может называться новая книга Максима Белоусова, и о чем она может быть. Можете дополнить идеей о том, какие в ней могут быть главы, можете использовать идеи из этого подкаста. И самый креативный, самый творческий вариант, комментарий на YouTube, который я выберу, получит в подарок от Макса секретную книгу, без которой Макс не мыслит своего пути как маркетолога. И, соответственно, своего успеха. Результаты конкурса опубликую где-то 20-25 июня в своем Инстаграме, и спешусь с победителем лично. И Макс подарит эту книгу, подпишет ее сам от себя, и передаст ее лично в Москве или отошлет по почте. Подарок вручаешь лично ты или пересылаешь сам? Да, лично в Москве лично, если нет, то почту. Ага, то есть от тебя зависит, получит ли человек подарок, правильно? Ну, наплачу я почту, и я к ним. Что за челось? Честно говоря, что? Ну, это многое, да, знаю. Окей, захочет ли кто-то участвовать в этом конкурсе? Это охуенно, ну, бляд, она большая. Хорошо. Тысяча три стоит, блядь. Хорошо. Напутствие какое-то на текущий момент, в текущих реалиях? Да, блядь, меньше парьтесь, я не знаю, будьте искренними и, блядь, фоните в мир честно, искренне, классно, чтобы это было без вот, без какого-то, вот, знаете, вот фальши какой-то. Будьте вот алмазами, знаешь, вот как вот идеальными, будь идеальными в своей неидеальности. Ага. Понятно, как сказал? Будьте идеальными в своей неидеальности. То есть принимайте свою неидеальность, потому что она идеальна. Вот последнее, что скажу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Однажды я в интернете увидел, взяли актеров, самых топ-10 сексуальных актеров, там, ну, прям, самый красивый, там, Брэд Питт, этот, который, Джек Воробей, как его, блядь, это был? Джонни Депп. Джонни Депп, да, там, Ванесса Парадин, ну, короче, всех там. И, короче, они взяли, разделили лицо на две части и отобразили левое или правое на вторую сторону. И получились уроды. Почему? Потому что именно в асимметрии лица есть красота. Потому что если мы были идеальными асимметричными лицами, вот, ну, полностью, то это был бы какой-то уродицы. Поэтому нужно принимать свою неидеальность и делать из своих минусов, как ты считаешь, плюсы. Ага. Вот я, скажем, очень эмоционально, я из этого плюс сделал. Потому что у меня подача, мне интересно слушать. И, ну, мне многие говорят, что я могу достучаться до людей таким образом. То есть, по крайней мере, я не слушаю. Поэтому у вас у всех, у каждого есть какая-то вот своя черта, которую вы, возможно, стесняетесь, там, либо боитесь ее раскрыть. Наоборот, надо вот ее показывать, потому что Бог вас таким и сделал. Вот такое оно. Круто? Это был Макс Белоусов. Охуенно интервью, я бы сам пересмотрел. Да? Конечно. Огоньку, давай пять. Спасибо.